8 февраля горожане отметили Сага-Алган. Этот главный праздник всех буддистов знаменует собой Новый год по лунно-солнечному календарю, а также начало весны. Востелимские народные гуляния проходили на Комсомольской площади у Дворца культуры имени Наймушина. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. История ночных забываний в руки, старый шаман, запнимай мне снизу. На площади ДК имени Наймушина многолюдно. Гости от мала до велика пришли посмотреть на слияние двух культур – бурятской и российской. Мы восьмой раз по призыву Кулан-Удэ встречаемся с вами, чтобы на этом празднике взяться за плечи, танцевать, дали с дружбой, толерантностью, йоха национальной бурятской. И всегда рассказываем вам о том, как бурят не встречает свой праздник, какую пищу они кушают. И всегда на этом празднике угощает. Пасня к праздникам! По традиции Сагалган отмечают ярко, весело и с размахом. Поздравить устилимцев с белым месяцем пришли и официальные лица. Дорогие друзья, у нас есть замечательный повод собраться. Очень даже хорошо, что в разгад зимы мы не забываем, что все-таки есть у нас праздники. И что бы я хотел сказать. Более полувека назад очень много людей со всей нашей огромной родины, со Советского Союза, собрались здесь в Тайке и возвели наш прекрасный город, объекты промышленности, гиганты. Это были люди совершенно разных национальностей и разных вероисповеданий. Но это не мешало им здесь очень хорошо уживаться. Они прекрасно ладили, было весело, здорово, задорно. И вот сегодня этот праздник – это продолжение, на мой взгляд, того же духа, той же сути братства, единения. Поэтому с праздником, друзья! Ура! Творческие коллективы Дворца культуры подготовили насыщенную театрализованную программу. Особенно впечатлили зрителей шаманские обряды. Белый месяц встретили весело и дружно, как полагается. Согреться устилимцам помогали угощения – горячий чай, мясной бульон и бузы. Собравшиеся приняли участие в народных играх и забавах, послушали и спели немало хороших песен. И, конечно, встали в большой хоровод всеобщий йохор – символ единства и дружбы народов. Мария Школьная, Константин Хритин. Новости ИРТ.